ребята значит видео rp в майнкрафт это позор называется помните я говорил это как будто документальный фильм чел делает ну реальные видосы крутые про rp во всех играх в stalker и в gta 5 gta san andres roblox и вот он дошел до майнкрафта и вот и там мы были rp в майнкрафте самое главное как бы не ударить в грязь лицом здесь оказывается существует когда только начинал изучать тему я думал что найду дай бог пару никому ненужных сервера но я нашел забитые до отказу огромные машины по выкачке денег даже более наглые чем гонка наху огромный ебать а бля это чел на донатил я думал одним один донат столько стоит машины по выкачке денег даже более наглые чем gta rp сервера я нашел такие проекты существование которых кладет даже стал крафт на лопатке и в качестве вишенки на торте я посетил сервер доступ к которому стоит три с половиной рублей по онлайн но там нет отбоя от желающих я уверен до конца жизни будете жалеть если не посмотрите это видео полностью поэтому тыкай вот сюда видишь и как я старался но мы стартуем а minecraft rp я узнал из видео своего знакомого максоса который блять ебать он охуеет когда на гп зайдет а он что-то говорил то что если это видео хорошо зайдет тогда он full обзор на esp сделает играл на каком но мне кажется ему надо не на сп делать а на гп обзор вот там-то он он реально он охуеет от того как блять чел по rp блять шнурки зашнуровывает блять slash me нахуй за их закидал петельку он на такой душноты просто охуе слове сервере который был очень похож на gta rp привычная схема большой город в котором работает полиция мэрия больница армия а по темным периодом всякие разбойники и мафиозники и каждый полицейский и каждый сотрудник мэрии каждый будет это все реальный игрок в общем мир возможности прямиком из gta только умножить на майнкрафтские губы кривые автомобили которые умеют разворачиваться на одном месте и повсеместные скины мальчиков и девочек 16 лет а я ведь еще настал времена когда были популярны скины с челками и криперами на спине и перед тем как я подключусь на сервер в первый раз я должен вас предупредить не вздумайте пиратить майнкрафт половина серверов из этого видео запускается и без официальной лицензии а потом у соблазна скачать какой-нибудь подозрительный лаунчер по первой ссылке в гугле очень лябни карта сейчас покинет совершенно все пензи создание ботнетов для дедоса и так тупом день вообще если вы жили не под камнем то могли заметить что в россии в последнее время как ему я понял бля как же он долго подводить жопершоп короче ребята я даже не успел вылезти из настроек как на меня напрягнул какой-то спецагент из 6 б и попросил проследовать за ним на получение паспорта блять но мне кажется это все вот этот вот апгрейд он все в последнее время произошло потому что вы из чат внезапно очень доступный стал до этого были вы из чаты но через костыли какие-то через какую-то хуйню у нас были тесты мы хотели вообще быть первыми кто создал вы чат была такая тема что ты заходишь специальный дискорд и ты когда допустим заходишь в город то тебя автоматом закидывает в дискорд этого города хотя бы вот так ну типа бот тебя перекидывать всякую такую хуйню и вот кто-то вот это вот сделал вот это плазма войс и есть второй какой-то плагин там который на гп как раз таки используя особо не все решил подчиниться за приемной стойкой в мэрии стоял судья который с помощью скрипта заплудил весь чат игровками а после моментально открыл мне меню получения паспорта нихуя это было прикольно кстати можно было что она прям в менюшке они чат в общем я зарегистрировался как сергей улезла и получив совет от этого судьи отправиться в больницу за медкартой так и сделал чё за нахуй чё за нахуй блять получив медкарту я обратил внимание что выполнил какой-то квест оказывается на спавне стоял болванчик с квестами за выполнение которых выдавали подуровни так здесь называли опыт решил выполнить задание на покупку чего-нибудь в магазине дошел до магазина одежды и понял что мне с моими 600 баксами в кармане тут как-то ничего не по карману поэтому я думал надо бы мне поменять скин чтобы выглядеть не как стив установить скин здесь можно только по чужому никнейму я зашел на сайт а потому что пиратка ебаная охренел от современной моды у дихишек и за неимением лучшего выбрал вот такой вот скинчик прописал кому-то нормально для рпшки нормально чтоб в городе решил сменить стиль а сайт этого не отобразил и в итоге получился из меня какой-то анонимус а поменять скин еще раз я мог только через 24 блин часа ну и кошмар как и теперь на люди-то покажусь нашел команду для вызова админа и написал туда за помощью админ спросил новый никнейм скина но в итоге оказалось что этот скин тоже был изменен и получился из меня в дороге школьник с фингалами под каждым глазом и здесь я обратил внимание на достаточно раздражающую вещь постоянно убивают надоели бандиты прокачай силу на сайте и получить три дополнительных сердечко я подумал может какой-то байт вообще очень странный но но в том-то и прикол наверно надо тогда но если тебя если у тебя на сервере людей постоянно убивают и надоедают бандиты ну наверно надо подкрутить баланс так чтобы не убивали и не надоедали бандиты как вынесена крутая ролевая система с прокачкой персонажа а ну-ка посмотрим оказалось что прокачка в понимании создателей этого сервера выглядит следующим образом и достаешь все свои деньги и кладешь их прямо админу в кошелек для всего за 299 рублей получить три дополнительных сердечка я уже и которые не положили деньги в наш кошелек забанили тупые админы всего за 399 рублей это же этого бы не было если бы это не покупали блять как я это все проёбываю я бы был я бы уже ипотеку бы нахуй закрыл блять и добавил в черный список всего за 179 рублей мы заткнем этому уроду рот и вернем тебя во фракцию все для тебя братан а что насчет авп за 399 а может ты хочешь кибер-трак о нет я знаю что тебе нужно купить себе остров за 5 тысяч чтобы фармить бабос не так богат ну хоть яхту купить за 2000 чё за жмот вонюбать что яхта за 2000 бля и они все просто control c control v нахуй у них даже не не меняется допустим вот этот цвет или вот здесь нужны по можно же рандомно просто чтоб давалось ебать блять по две тысячи нахуй сука ну и хуйней занимаюсь и это это оказывается хуета а плавать это будет тупо постройка яхта посреди моря experience за 2000 рублей очутили и продается на этом сервере вообще все и продается настолько нагло и навязчиво что даже мобильные гачи дрочильные не стояли близко каждую минуту в чат с громким звуком приходит уведомление в духе хочешь задонатить отличная идея вот ссылка куда платить чего тяжело прокачать уровень купи защиту от кика за афк тебя чё за падло не хватает денег на жилье обычно все ну вот этот сервер агита знаете по идее там то есть надо час проиграть вот и ну чтобы ты получил уровень и там специально анти афк потому что но люди становят а тут ты можешь купить а те то есть ты все равно должен будешь стоять блять ты все равно стоять должен нахуй это как лох купи валюту ходишь пешком ну ты и днище купи электрокар за четыреста рублей каждую блин минуту то есть за час игры админ сервера кар за 400 рублей и это каждую блин минуту то есть за час игры админ сервера как минимум 60 раз попросит дать ему денег а то он же бедный дохрена такой наглости не позволял себе ни амазинг из криминальной россии ни majestic из gta 5 да majestic вылился своим казино что тоже по сути кромешный ужас но играть в него не думая о том что с тебя хотят создать все твои деньги было хотя бы возможно здесь же админ то ли бешеного воздуха надышался то ли взял лекцию по заработку у эндрю тейта то ли это действие чё покрепче в общем настолько раздражен монетизации в играх я еще никогда не был позор тому кто это придумал нет желания учиться в университете купи высшее образование на сайте всего за 299 рублей ебать так чё и в майнкрафт ой вот мы и добрались до первого препятствия на нашем пути чтобы попасть в любую фракцию вы должны иметь образование и желательно выше вы можете возразить мол можно пойти в бандиты там образование наверное не нужно но как я позже выяснил еще как нужно и сейчас вы поймете почему в общем дорога моя лежала бандиты берут только с высшим образованием а ты сидишь блять видосы по майнкрафта смотришь ёбаный рот не успел я зайти в здание как тут же у меня попросили паспорт и сразу без вступительных экзаменов определили в опущенцы ой в смысле в студенты прямо на входе стоял нпс который предлагал войти в дискорд университета чтобы иметь возможность пройти все обучение экстерном но этот путь мы рассмотрим чуть чуть позже а пока я обратил внимание что один из преподавателей начал рассылать уведомление о том что вот-вот начнется пара по физре и убой я не мог пропустить такое событие я пришел в спортзал где преподаватель построил всех желающих получить порцию знаний и спустя минут 15 ожидания бля у всех скины вообще ёбнутые бля они даже с командой слэш скин даже учитывая то что есть эта команда они вообще не парятся нахуй а дойдут все желающие пара началась все ровно встали блин реально как на физре в школке блин возможно этот парень знает по себе как там в школке на физре потому что сам сегодня туда ходил это правитель был очень строг шаг влево шаг вправо расстрел смысле отчисления твою мать его подтвердить свой авторитет он даже демонстративно прямо на паре отчислил какого-то студента бля у меня такое было когда я в гта но я бы когда еще школьником был играл в гта сан-андрес я наконец-то вступил в армию у меня была вообще мечта быть полицейским в гта сан-андрес рп и мы вот так вот стоим в ряду только мы взяли в армию и вот так вот проходит этот прапорщик ты он говорит да сэр я сэр ты уволен почи нахуй бля в общем наш десятилетний физрук видимо чтобы не вызывать смеху окружающих общался преимущественно через текстовый чат это однако не помешало ему проводить урок и вот собственно говоря в чем заключался смысл всего действия образование на этом сервере это такой креативный способ объяснения новичкам основ ролевой игры рубля кстати вообще неплохо рп от игровки в чат что такое рп в принципе и прочее каждый игрок должен пройти через университет чтобы показать что он действительно понимает что-то в ролевой бля прикол 1 это интересно правда реализация была полным говном объяснить рп игру по мнению этого преподавателя можно было просто выкинуть в чат стену текста помощью скрипта дескать нате читайте скрипт препода отправляет сообщения быстрее чем их принципе реально прочитать а чат майнкрафта ограничен по количеству отворожаемой истории сообщений а потому очень скоро первую половину уже было невозможно увидеть не дав ни минуту на решение преподаватель потребовал от первого ученика чтобы тот вышел из строя и продемонстрировал свои навыки в физкультуре ну и ученики кто как понял начали выполнять эти упражнения минут 15 спустя очередь дошла и до меня я откинул километровую отыгровку на то как я пафосно выхожу из строя что раз задорило преподавателя и тот реш ты такой смелый дать мне особое рп задание минут 15 я пытался по рп закинуть мяч в баскетбольную казину рандом был не на моей бляне ну чё-то в этом есть даже но это не не так хуёво но спустя несколько попыток у меня все-таки получилось удачно закидывает мяч в кольцо но типа его хотя бы по заставляли типа но он он служит сейчас примером для других сделать то что от меня хотел преподаватель мне заявили что я был лучшим студентом за всю пару и отправили в дискорд блять и сразу дали высшее образование смотреть на оценки после пары препод отдельно подошел ко мне и подожди стоп я только что понял у них ну вот это вот высшее образование это типа обучение рп и ты на рп сервере можешь просто купить это высшее образование и тебе похуй на рп это просто обучение команды слэш-трай слэш-ду блять всякая хуйня и ты можешь это скипнуть за донат блять такой типа а рп ну и он нахуй ебаный бля не хочу ли я пройти университет экстерном я и так все знаю что хочу и отправился заполнять тест в google форме экстерный экзамен выглядел следующим образом есть google форма в которой есть куча вопросов про то как правильно нужно отыгрывать рп получаешь хотя бы 18 и 24 и поздравляем вы прошли университет осложняется что составляли к нему вопросы дети не старше четвертого класса и понять суть вопроса от того становилось еще сложнее вот например банда крипс вырубают медика и унесли его на гетто после чего начали грабить видимо до правил использования слов в единственном и множественном числе автор этого вопроса в школе еще не доходил бывает кое-как я все-таки сдал этот тенд на позорные 22 балла из двадцати четырех отправил об этом отчет дискорде и этот же преподаватель пошел проводить мне еще один экзамен на этот раз уже очный я его тоже успешно сдал и чтобы завершить обучение мне нужно было пройти еще один экзамен да сколько можно теперь это был системный экзамен от разработчиков сервера которые тоже не слышали ни про запятые не про времена глаголов от того сколько ошибок я наляпу бля ебать я читать еще должен это зависел уровень образования который я получу в итоге всего их тут тори 3 тори 4 тори клин пойми сколько в общем важно знать что если вы получили хоть какое-то образование кроме высшего поздравляю университет надо будет проходить заново ибо без высшего образования дальше будет очень трудно слава богу что мне повезло бля ебать ему пришлось разбираться это ахуеть получил высшее образование с первого раза но дальше градус абсурда подскочил до такой степени что я решил просто забросить съемки этого недоразумения а причиной тому стало моё вступление в армию армия дала там просто надо было копать как на призем с меня не с первого раза когда я пришел устраиваться я выяснил что оказывается моего четвертого уровня не достаточно чтобы стать бравым солдатом и мне нужен как минимум 5 момент у меня было всего два из пяти опыта что означало что я должен был без остановки продолжать играть в эту игру еще как минимум три часа как удобно что можно купить защиту от кика из игры в магазине не правда ли но и типа путем не бляну для gta серверов я не знаю как сейчас но раньше ебать там надо было первый уровень на играть четыре часа второй уровень еще восемь часов потом 12 часов потом 16 часов да тут еще бля то что три часа поиграть ты еще нормально попов я не собирался а потому чтобы снять для вас это видео я потратил несколько часов на гринд денег работая на разных подработок грязно лучше просто гринд денег из кармана и спустя три часа кто-то в этом соблюдение заметной фауной ты вот ты вот в эту игру 100000 говоришь у тебя столько денег чтобы выиграли арбитраж и тупик я в год заработал больше двух миллионов рублей блин только же его голоса с его словами как бы пулять 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 даже разной прокачки игр прокачки аккаунтов прокачки программирование сайтов это нихуя 2 миллиона рублей для сайтов создание логотипов трейдингу ниши в ютубе ниши в тиктоках я наконец имел достаточный уровень чтобы вступить в армию на правах рекрута полковник пинки пай позадавал мне тупейший вопрос о том что такое есть рп и после 25 отжиманий в рп чат принял меня в качестве рекрута армии сша и так для того чтобы получить военный билет и наконец получить возможность устраиваться в нормальные фракции мне нужно было заслужить звание офицер и по уже сложившейся традиции всех этих ужасных рп серверов звание офицер нужно было получать с помощью тонны отчет а я думал тонны доната это самое охуенное тех кто не видел в предыдущих видео поясню на таких серверах как этот во фракциях будь то полиция или армия есть звание начиная рядовыми и заканчивая командами а распределяет эти звания либо не понял вот лицо капитана заки сейчас было они начиная рядовыми и заканчивал так это капитан заки они взяли скин нашего нашего главы армии по командными а распределяет эти звания лидер фракции которого выбирают от он кстати ушел сервера его похоронили с почестями стреляли в воздух там вот это жалко и потому что у простых игроков нашел вырыл он сказал у него появилась женщина и он уже взрослый человек а возможность подниматься по карьерной лестнице админы придумывают разные задания которые игроки должны выполнить чтобы получить новые погоны а чтобы проверить действительно ли игрок выполнил эти нормы админы придумали отчеты которые игроки должны отправлять лидер а тот в свою очередь должен как править либо отказать если что-то пошло не так местные аборигены рассказали мне что требования к отчету можно увидеть в дискорде для повышения нужно было выполнить кучу требований по прохождению всяких инструктажей и прочего и вам может показаться что не ну там чё-то я заметил люди прям присутствие исключительно рудиментарные элементы вы думаете что кто-то будет проводить вам нормальный инструктаж хорошо пошутили вам просто заспамят чат за три секунды и отправят нахрен и так со всеми требованиями руководству фракции помогать мне было в тягость они хотели чтобы я побыстрее испарился и не доставал их этими всеми своими отчетами никто рпшить тут с вами не будет максимум откинуть секунд за 5 тонну биндов и пошлют в жопу старшим позванию например полковникам кристально пофигу на ваше существование а воруете идеи отчета выглядело так я 20-летний лоб должен был бегать за малолетками фембойчиками на полковниках и генералах и умолять их обратить на меня внимание и принять у меня эти сраные задания иногда они соглашались а иногда как полные сволочи заявляли мол ты теперь короче не кайф было невальный стоишь вот тут на кпп пока я не разрешу тебе выйти и меня это коснулось и разрешили мне уйти они только спустят два с половиной часа два с половиной часа я как последний кретин стоял возле кпп пока за мной наблюдали эти два туго дума на полковниках это ли не полный ужас нет дальше еще хуже для повышения есть как обязательные так и необязательные задания обязательные задания нужно сделать обязательно они обязательные задания но их тоже нужно сделать обязательно но не все а только три на выбор например Мне нужно было по РП начистить 10 стволов И помыть КПП Без великого удовольствия и только ради класса контента Я взялся за эти РП задания И в итоге насрав отыгровками в чат Которые совершенно никому были не нужны Я отправился заполнять отчет Для повышения с первого звания на второе На амазинге из этого видео Мне нужно было сделать 7 скриншотов В GTA 5 на Маджестике весь военный билет Я получил за одно видео с пробежкой И 5 скриншотов Но на РП сервере в Майнкрафте Чтобы повыситься с первого звания на второе Мне в итоге нужно было сделать 45 драных скриншотов 45 Потому что те кто придумывал эти отчеты Додумались что на каждое действие На каждую реплику инструктора во время инструктажа И на каждое посещенное место во время экскурсии На каждую отыгровку в РП чате Нужно делать отдельный скриншот Охрененно удобно да? Но и это еще не вершина маразма Спустя минут 30 умоляния полковника и его помощников Проверить мой отчет Сука и там ходит ебаный капитан Заки блять Мне сообщили что отчет у меня внезапно не принят Угадайте почему? Потому что у меня нет сраного дома У военного У новичка Который проходит армию чтобы получить военник Должен быть дом По мнению админов этого сервера Слава богу что домом считается и отель И мне повезло что недалеко от армейки Было одно свободное место в отеле Так он же по сути ну по РП он живет в армии Он ну не ну не ну ему не нужен дом Которое я и занял Поправив этот момент в отчете я получил еще один отказ А знаете почему теперь? Потому что я помыл не только ПП блять Оказывается что когда я по РП мыл полы Я должен был помыть их только внутри вот этой бу... Утки А я помыл не внутри а снаружи А знаете где об этом написано? А нигде об этом не написано За все эти несколько видео я уже достаточно неплохо разбираюсь во всех этих РП помойках Бля... Ну такие сложные и драченые отчеты я не видел еще ни... Не ну душнина прям вообще лютая Какая разница где он помыл полы Если ну даже механики грязи нету Ну то есть есть в некоторых играх механика грязи убрать ее там Ну какая разница блять Где? Напомню что по прогрессии которую выстроили админы этого сервера Получить военный билет очень нужно Иначе ни в одну другую фракцию тебя не возьмут Окей спустя еще час унижения перед генералом Мой отчет наконец был одобрен И меня повысили до сержанта Чтобы повыситься до офицера и получить военный билет, мне было необходимо несколько раз защитить авианосец от нападения. Но то, что произошло дальше, я уже не мог стерпеть. Видите ли, чтобы защищать авианосец, нужно иметь оружие. И таковое мне, по идее, можно было взять со склада. Только вот незадача. Каждый раз, когда я брал оружие в инвентарь, оно сразу же у меня исчезало. Я позвал админа, чтобы разобраться. И админ мне объяснил, что у новичков до седьмого уровня оружие всегда будет исчезать. Это значило, что пока я не наиграю еще четыре часа, просто стоя на этой базе, я не смогу даже начать выполнение требований для повышения. Чел в армии служит, уже дослужился до сержанта, но ему нельзя держать оружие. Сержант, блядь. Держаться на четыре часа мне нужно было просто ничего не делать. Но при этом стоять в АФК нельзя, ибо автоматически хикает через пять минут. Это, конечно, если бы не... Слушай, ну, уже пора бы давно уже было купить, реально. Не, ну тут реально, с его точки зрения, надо было бы купить. Ну, потому что просто, ну, с этого ролика он сколько-то заработал. И просто надо сэкономить себе было время, и все. Смотрите, защиту от хика всего за 299 рублей. Кстати, я об этом узнал уже ближе к концу, но раньше военный билет выдавали при получении второго звания, то есть сержанта, на которого я и повысился. Но потом админы почесали репу и решили повысить требования до третьего звания. Знаете зачем? Конечно, чтобы всего за 199 рублей вы купили военный билет. Так ты вообще тогда, блядь, 200 рублей? Или играть часов 7 подряд? Ты за эти 7 часов заработал бы эти 200 рублей, нахуй. И скипнули эту армию, нахрен. Но, знаете, я нашел куда более выгодный товар. Всего за 0 рублей вы можете скипнуть весь этот сервер, нахрен. И тогда вы не получите навязчивые просьбы отдать все ваши деньги каждую минуту в чате. Блядь, сейчас уже про СП, да, будет? Ужасные и отвратительные требования для повышения. Ник спамеров в голосовом чате. Товарищ полковник, там какие-то гремучие змей, что ли, приползли. И в качестве... Подожди, даже не школьник не ходит. Уголовное преследование за совращением малолетних, если вы были неосторожны и воспользовались Тиндером, который тут есть в телефоне. Бля, вы видели там, как скины отображаются? Сука, это прям хорошо было. Бля, там просто Стивы из пикселей. Воспользовались Тиндером. Во, 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 ебава, девочка, смотрите. Вот девочка. В телефоне. Блядь, оказывается, теперь по кадрам нельзя мотать на Ютубе. Раньше было можно. Теперь по кадрам нельзя, видимо. А, или можно. Такого я еще нигде не видел. Но поверьте, этот ролик еще только начинается. Ведь... Дальше вы увидите, что происходит на сервере за 3,5 тысячи рублей. Толчок драй быстро. Да чем драй? Товду вилкой. И какого нереального качества сервера можно сделать, если у тебя есть 10 лет жизни и огромная цель создать свою собственную MMORPG-игру. Вообще, MMORPG в Майнкрафте распространенная штука. Вы точно видели Сталкрафт. Недавно я видел метро у Тавянского. Где-то еще был Fallout. Но в наших краях совсем никто... Нихуя тут метро. ...кто породил все эти RPG-проекты в Майнкрафте. И это, конечно, Вункрафт. Вы, кстати, не подумайте, это не спонсорский фрагмент. У Вункрафта нет русского языка. Да и способа оплаты работающего в России тоже нет. Просто после того, что мы видели на первом сервере, ради контраста... Блядь, не, ну Вункрафт это пиздец полный. Это... Ну как это? Отдельное произведение искусства. Это уже почти даже Майнкрафтом считать нельзя. ...в который по-настоящему вложили кучу сил и души. Вункрафт это MMORPG сервер. Суть тут такая же, как и в любой RPG игре. Ты выбираешь один из пяти классов, которые очень сильно отличаются в геймплее. Стартуешь бомжом и постепенно прокачиваешь свои уровни. Изучаешь огромный и проработанный... Не, ну это уже реально. Ну посмотрите, это уже все. Ну не Майнкрафт. Вункрафт знаменателен своим контентным наполнением. Которому позавидует даже Мастодон Сталкрафт. Куда бы вы ни пошли, везде встречаются разные... Бля, какой прикольный тварь, блядь. Реальный пират. ...нешнему виду и способностям враги. Все локации выглядят невероятно красиво и проработано. А если... Вот это странная крыса, то что ее распечатывает на две части. ...мод Distant Horizons, с помощью которого можно видеть хоть на 100 или 200 чанков. И забраться на какую-нибудь гору, этот мир будет выглядеть... Че за Distant Horizons, а Боби мод? Здесь просто чудесно. Этот сервер был в разработке аж с 2011 года. И изначально не подразумевался, как что-то на столь... Блядь, мне интересно, че за сервер в ТикТоке постоянно с тематикой Аватар Легенда Абанги. Там какие-то реально жесткие маги земли постоянно смотрю. Они друг друга ебаленьки бьют. Вот. Вот это. И есть еще один сервер. Я ему прям написал, я его хотел выкупить даже. Потому что у них там такие разработки, блядь. Вот. Но они мне не ответили. Огромные. В 2013-м Вункрафт вышел в релиз. Еще без текстурпака. А из врагов тогда... Там какое-то РПГ тоже лютое. Со всякими способностями. Были только стандартные мобы из Майнкрафта. Просто чтобы оценить, как сильно изменился Вункрафт за более чем 10 лет существования. Посмотрите на доступную игровую площадь на релизе. И на эту же карту сейчас. Поражает, да? В Вункрафте есть куча квестов. И эта куча квестов по своему разнообразию, да и качеству дает прикурить некоторым современным ААА играм. Да, три от самоубийц. Например, один из квестов завел меня в пиратское подземелье, во время прохождения которого нужно было... Блядь, ну а разве считается это РП? Это РП... Ну, хотя РПГ, наверное, ну... Идти целую кучу разнообразных мини-игр, от стрельбы... Нихуя! ...как огромные пираньи и еще кучи всяких активностей. Ну и тут не без минусов, конечно. Первый бросает их в глаза сразу. Русского языка тут, увы, нет. На самом деле, тут вообще нет никаких языков, кроме английского. Помимо этого, у Вайнкрафта есть очень спорные моменты. Например, такие как крафтинг и фермерство. Вы можете добывать ресурсы, чтобы крафтить из них реально сильное оружие и броню. Однако для этого нужно иметь высокий уровень в профессии добытчика. А сам геймплей по добыче выглядит... Вот так. Ну, очевидно, я думал, что надо задуматься. Слава богу, что крафтинг здесь хоть и достаточно полезный, но совершенно опциональный. В общем, своим существованием Вайнкрафт доказывает, что без модов можно создать невероятно качественный сервер. Чего только стоят все эти объемные 3D-враги, которые сделаны какими-то совершенно жучащими костылями, но выглядят от этого совсем не хуже. Напомню, это все работает на ванильном Майнкрафте. Ну и, конечно, этот... Ну, блядь, его зрителям-то, мне кажется, это особо непонятно даже. Ну... Трек, выполненный только на нотных модах и проигрывающийся не в качестве музыки, заранее записанной в ресурс-факт, а прямо с сервера, это какой-то отдельный вид искусства. Теперь, когда вы увидели, что на самом деле можно выжать из Майнкрафта без модов, если вложить в это дело душу, вы, вероятно, совсем по-другому смотрите на первый сервер из этого видео, главным техническим достижением которого... Но они разные. И там ты общался с людьми, а на Вайнкрафте бегаешь, стреляешь. Является, я хрен знает, кик из игры каждые 5 минут. Ну, сервер в духе GTA поразил меня в самом худшем смысле. Но следующий сервер, за вход на который админы просят... Это я, это я, смотрите, блядь! ...и с половиной тысячи рублей... Блядь, а если бы он зашел на ИСП говно, он бы охуел... ...меня еще сильнее, но уже немного иначе. ОСП вы заплудили мне все комментарии, и я, конечно, не мог пройти мимо этого невероятного чуда. Я поначалу даже не поверил своим глазам. Действительно, три с половиной тысячи за вход... Бля, я не поверил своим глазам, потому что мы уже второй год, блядь, не можем основное вот это видео поменять, блядь. Может, отдать... Ну, там по плану было, что оно меняется, ну, через неделю примерно, нахуй. Лишь возможность поиграть на сервере в Майнкрафте столько стоит. Ежедневно онлайн-НСП держится в районе двухсот человек, а если судить только по малой части публичных данных, всего игроков, купивших доступ, точно не меньше пяти тысяч. Чтобы он в Майнкрафте, я решил действовать нагло. Скачал из интернета форму липового полицейского, и под видом проверки от опасного государственного ведомства, решил выйти на связь с... Бля, кстати, он реально прикольно, то, что он что-то придумал себе какую-то роль. Пятеркой. Сэр Мистер Пятерка, Великий Президент и стример Сия Руси. И по совместительству к владельцам этого сервера. Сегодня я буду с вами от лица РосРП надзора. Республики Чувашии. Потому что в наше ведомство поступило анонимное обращение от пользователя СинтиИнтернет. Прямая цитата. СП лучший сервер для всех. Блядь, и кто сказал это? Сам Джотаро. Между прочим, блядь. Эй, женщин и чебоксаров. Чебоксары попадают под юрисдикцию нашего ведомства. А поэтому на основании закона Республики Чувашии 193 ФЗ о деятельности РосРП надзора раздела 5 главы 4 статьи 3.2 под пункт 1 прошу предъявить ваш РП сервер к внеплановой ведомственной проверке. Вообще по кайфу. Почему-то моя авантюра с маскировкой сработала. И пятерка согласился показать мне СП, минуя барьер в 3,5 тысячи. Блядь, нахуй на это сказал, блядь. Блядь. Если после просмотра видео вы захотите поиграть на этом сервере, лучше поддержите пятерку, купив проходку нахуй, как нормальный человек. Не будьте чебоксаром. Блядь, он пробыл там. Нет, кстати, реально там интересные истории, что он сразу прихрол, он знал, кто такие чебоксары. Я не знаю, кто ему объяснил. Просто за нами сразу начали бегать. Я вам показывал. Мы еще забанили реально двух людей. Это было вне стрима. Я никогда в жизни не банил вне стрима, блядь, людей. Но вот в тот момент было прям охуеть. Потому что мы снимаем вот этот документальный фильм. Ну, блядь, я бы реально сказал, что это документальный фильм. В реалиях интернета, да? Но он на себе испытывает, блядь, как этот, забыл. Как мир наизнанку, блядь, айваску на себе испытывает. Вот-вот, нахуй. Вот-вот. Ну, бля, 42 братуха в конце, конечно, нет. Да, это ошибка. Ну и что, начали доебываться чебоксары. Во-первых, он говорит, это так называемые чебоксары. Я говорю, да. Он говорит, все понял. Ну и, кстати, я не знаю, он их отметит или нет. Вот это интересно. Ну вот, и потом они, ну, они заебали, они прям меня подходили, били, я их забаривала. Я появился на спавне, и пятерка сразу предложил мне отправиться в местный ад, чтобы использовать его как метро. И тут-то я и обомлел. Блядь, я его еще позорил, то, что он с фолом играет таким. Смотри, видишь, красное, желтое, зеленое. А, да, синее. Теперь открываешь на сайте карту метро, и как будто вот выбираешь, куда ты можешь поехать. Вот это то, что на сайте перекрести. Это оно. Все это было построено в выживании, обычными игроками этого сервера. А умельцы смастерили веб-приложение с карты этого метро, которое отображает не только города и ветки, но и кто ими управляет, и кто там живет. Пока мое обомление не закончилось, пятерка сразу повез меня в следующее место. Но попал. Блядь. И мы подверглись атаке. Теперь он пьяный по твоей вине, царица, царица. Это так называемые чебоксары. Да, 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 я так и подумал. Сейчас я... Блядь. Вы заметили? Вот выйти с... Ну, на спавне... Блядь. Выйти на спавне, это нулевая координата. Мы доехали до 200-й координаты. Мы проехали 200 метров. И уже чебоксары, блядь. Там наверху было написано 200, блядь. Атаки. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица... Блядь, 200 метров. А это... Царица... Это так называемые чебоксары. Да, 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 я так и подумал. Сейчас я их захоткарю фастиком. А они не дадут сдачи тебе. Блядь, вот эти меня... Ну, вот этих мы забанили. Ну, блядь, ну, прикиньте, я веду экскурсию, блядь, человеку. Документальный фильм снимает, блядь, челы просто подходят, хуйню творят. Ну, вот эти вот, которых я бил, они прям просто подбегали, меня били и убегали. Такие, типа, именно провоцировали. Это были местные чебоксары. Так на СП принято называть игроков, которые постоянно нарядят попасть в кадр к стримерам или ютуберам. Мы, однако, поспешили как можно быстрее скрыться от них в городе, куда мы и приехали. А приехали мы в парящий город в стиле стимпанка. Красота местного строительства, прямо скажем, поражает. Особенно с моей субъективной точки зрения. Мы сюда приехали, потому что здесь было заседание парламента, оно, ну, случайно совпало. И прям было охуенно. Во-первых, не минус 7к, а плюс 7к. Да, как бы, ты с чьей стороны смотришь, нахуй? Это раз. Во-вторых, ну, реально приезжаю, и мы там заседание парламента. Типа, я говорю, у нас сидит парламент. Еще сам охуел, потому что я, бля, два месяца, бля, не заходил на СП. У нас появился парламент. И я ему такой говорю, сейчас, бля, парламент сидит там у нас. Пойдем послушаем, что они обсуждают. ...который ничего, кроме земляных домиков, никогда в жизни не строил. Немного побродив по навесистым улочкам, мы попали на заседание парламента. Как таковых админов на СП всего парочка. И все решения на сервере принимает парламент. В который входят обычные игроки. Сервер. Раз в какое-то время парламент собирается, чтобы обсудить какие-то дела майнкрафтерской важности. Ну и вот мы сидим. Проблемы? Что, что, блядь? В какое-то время парламент собирается, чтобы обсудить какие-то дела майнкрафтерской. Проблемы мужчин на СП. OnlyFans. В связи с тем, что на СП преобладающее количество игроков мужского пола, я предлагаю следующее. По достижению 18+, каждая женщина на СП должна создать OnlyFans. Да, но это... Ай, блядь. Сука. Это могла быть лучшая реклама сервера. Именно со стороны, да? Самая охуенная, когда тебя оценивают, ну, не внутрики, а вот со стороны как-то взгляд. Вот он взгляд со стороны, блядь. Ну и вот мы сидим в парламенте. Зря я в Дискорд вошел, потому что там начали обсуждать. О, пятерка вошла. А, блядь, он еще и нарезку со стрима. Может быть, что-нибудь важное пообсуждаем? Нет, мы блядь. Например, на сайте СП есть раздел с петициями, куда любой игрок может подать... Систему друзей ИЛС надо возродить Министерство культуры, поезд городов на сайте. Бля, надо, но через Ctrl-F вообще ее ищется. Писать причину закрытия петиции, кастомизация сайта. Либит штрафов. Бля, надо, кстати, рассмотреть. Реально, большинство из них даже нормальные. А парламент в общем порядке рассмотрит это предложение и примет какое-то решение. Вообще, сайт на СП одна из ключевых механик, делающая этот сервер таким уникальным. Я уже говорил, что на СП почти нет админов. Но как может существовать сервер, на котором системно нет никаких ограничений на разрушение блоков? Бля, он, кстати, сначала он прихуел, реально. Любой проходимец, даже... То, что он может вот так вот просто на спавне сломать, ну, его это удивило. Он говорит, а как? В смы? Я говорю, ну, 3500. Он говорит, а, понял. Бля, может сломать что угодно, даже на спавне. Представим... Бля, я опережаю его, он все равно об этом говорит. Вы открыли магазин, чтобы продавать в нем шляпы. И разместили его на центральной улице своего города. Но когда вы вернулись из отъезда, вас ждал неприятный сюрприз. Подождите. Бля, я прихожу, это ресторан теперь. Да я охуел нахуй. Кто тут, ресторан открыли? Эй, а где моя полная шляпа? Нет, кабинет. Бля, это хорошо. Надо отухавать надо. С каких пор, а мой магазин? Надо было раньше, понял? Ваш бизнес был украден. А вы теперь бомжи, живете на улице. Что делать? Специально для таких случаев на СП есть полиция сложных приколов. Называемая тут ФБР. Это обычный... Бля, это была ошибка, потому что это новый ФБР. Предыдущий закрылся, глава там ушел. На выборах выбрали нового. И там, бля... Сука... Игроки. Но с правом смотреть логи взаимодействий с предметами. Если у тебя кто-то что-то украдет, ты вызываешь ФБР. Они по РП снимают отпечатки пальцев. И называют тебе никнейм того, кто тебя обокрал или загриферил. А потом грабят на деньги. Да, вызов ФБР тут платный. Корпоратократия в чистом виде. Хотя с ФБР тут вообще лучше не связываться. Проходя мимо их офиса, нас с Кириллом остановили. Проверили на документы, которых у меня не было. Досмотрели. Нашли какие-то подозрительные бутылочки, которых у меня тоже не было. А потом закрыли в туалете. И... Этот фрагмент я покажу на Бусти, с вашего позволения. Ты сука? В Ютубе такое не пропустят. Ссылка на мой Бусти в описании. Подписывайтесь. Бля, такой байт. Кое-как нам удалось выбраться из этого проклятого коррупционного офиса. Но один из сотрудников выследил нас и... Я вам могу по секрету сказать, что там было. Его очень доебывали, а мне было стыдно. Я пытался его достать. И они сказали, что выпустят нас за то, что понюхают мою жопу. Вот. Слава богу, это не попало в ролик. А он понюхал жопу, нас выпустили, мы приближали 50 метров, и он опять доебался до нас. Справился в погоню. Стоять! Вы зачем сломали мужчину? Я могу откупиться яйцом. Нет, не может. Золотой морковкой вот еще. Мы хотим, чтобы вы отбыли свое наказание. Кого? У меня вот время идет. Мне еще надо проверку проводят. Из РосРП надзора. У вас липовый работник. У него нашли допинг. Вы у него нашли его там. Но если вы договорите, что я подкину ему, вы меня походите оболгать. Прокидываю фейспалм. Слушайте, вы вообще с кем так разговариваете? Это президент, попрошу уважения. А я говорю обезопасности на этом сервере. Блядь, у него еще мод не стоял. Или это ресурспак, не помню. У меня же, блядь, это скин еще с чертовскими рогами и крыльями. Черт. О, пятерка! Где? Блядь, побежали, побежали. Окей, вернемся к нашему примеру. Допустим, ФБР... Бля, ебать, я вывез эту РПХУ лютую, блядь. Обители, а что дальше? А дальше ФБР мажет тебе ручкой и уплывает в закат вместе с твоими деньгами. А ты отправляешься на сайт подавать иск в суд. Иск будет рассматривать судья, другой игрок, который будет руководствоваться данными, которые ты прикрепил к делу, которые представит любая другая страна или любое другое министерство, и в результате вынесет решение. Это может быть как штраф, так арест банковских счетов. Это может быть как неделя, так и три, и так и четыре. Или даже бан на сервере в особо запущенных случаях. Арест банковских счетов? Да, точно, тут же, блин, еще и банк есть. На сайте в разделе кошелек можно создать банковскую карту. Валютой на сервере служит алмазная руда, они же ары. Если ты каким-то образом заполучил ары, например, про... Я звоню либо Квинсу, либо Кирлу. Я говорю, блядь, мы сейчас в Отсу-Сити и были еще на спавне. Банки не работают, везде перекрыты. Вот, говорю, куда нам поехать, чтобы был открыт банк, чтобы ему показать, как сайт работает? И мне ответ. Блядь, вообще все банки загрифилили, долбоел, блядь. Ты хоть на сервер заходи, блядь, гандон, блядь. И говорят, единственный банк работает, там-то, там-то, приезжайте. Мы туда приезжаем, еще там, блядь, 10 минут ждали, нахуй, пока банкир туда подъедет. Но все равно показали, чтобы с хайпом. ...дал что-то, добыл в шахте или, например, получил в качестве взятки за хорошие результаты проверки от Росерпо-Надзора. Ты можешь прийти в любое отделение банка или вызвать банкира к себе на дом через сайт, отдать ему эти ары, и они сразу же появятся. Не, на дом не... что-то хуйня какая-то, что-то он сказал. Ну, на дом нет. В свою очередь, банкир отнесет их к улядам хранилища, где они будут ждать, пока вы их не снимете, не переведете кому-нибудь банковским переводом, или пока банк не ограбит. Да, иногда случается и такое. Вот, например, банк на спавне совсем недавно ограбили, и ФБР опечатало здание обсидианом. Окей, экспедиа из Росерпо-Надзора, почему вы показываете нам сервер про выживание в Майнкрафте в качестве РП-сервера? Вы что, тупой? Спросите вы меня. Прошу уважительно относиться к должностному лицу, отвечу вам я. А затем расскажу, что СП на самом деле это РПМ-ультивселенная. Мы привыкли, что РП-сервера следуют какому-то одному сеттингу. Первый сервер из видео хотел быть похож на Америку, хотя был похож скорее на говно. А СП не пытается поместить нас в рамки. Да, блядь, да. Эти города, расположенные на карте, это, по сути, разные РП-зоны, которые сами игроки устанавливают сами для себя. Тут есть даже припяти сталкера. Все игроки берут тут на себя любые роли, которые захотят. Ты можешь тут встретить говорящих бурундуков. Я буду бурундук. А подарили детей, которые будут требовать от тебя милостыню. Помогите деньгами, люди добрые. Бог, для детей инвалидов. Что это такое? Вот вам один арт. Спасибо, Боже. Спасибо Богу за этот прелестный день, что смогу прожить еще. Тут даже есть целые РП-фракции. Например, огромная армия. Господа, господи. Слушай, рассчитайтесь на первый, второй. Первый. Второй. Третий. Ну, это классика. У этой РП-армии даже есть целая тюрьма, в которую суд может сажать нарушителей закона. А у вас есть какие-то заключенные, которые сейчас находятся в тюрьме? Мы сегодня задержали их, отдали их в суду, и они случайно у нас оказались у реки и случайно сами себя рассматривали. То есть заключенные... Бля, интересно, вот это рассматривать именно как рекламу или наоборот? Вот этот факт. Сами с собой закончили, правильно? Преступники. Ну, мы же не военные преступники, поэтому они сами с собой... А, ну, все. Я все понял. СП по своей изначальной сути действительно был сервером по выживанию в Майнкрафте для подписчиков пятерки. Однако за годы существования, за пять сезонов, СП превратился в огромную мультивсеренную со своей собственной социальной сетью. Сразу несколькими СМИ в Телеграме, тысячами активных игроков... Я ему скидывал СП Тайм, СП Анал. ...полностью саморегулирующейся системой управления сообществом, судами, министерствами торговли, ФБР, парламентом и еще кучей всяких фракций и органов, каждый из которых по-настоящему выполняет свою нужную задачу. Казалось бы, зачем, например, армия на сервере по выживанию в Майнкрафте, если не просто ради РП? Оказалось, что эта фракция сделана для того, чтобы предложить новичкам в комфортный первый опыт на сервере. Тут научат всем механикам модов, покажут сообщество и государственное устройство и, в принципе, научат ориентироваться. В это время армия на первом сервере была нужна для того, чтобы продавать военные билеты всего за 190 рублей. Блядь, ну... Тут дело в том, что ты сюда попадаешь уже не за 190, блядь. ...эти суды из GTA 5 РП, например. Это было что-то типа события, где одни гостники старались с другими гостниками в рамках небольших эвентов, проходящих, дай боже, раз в неделю. Эти суды были никому не нужны, ибо связать обидчика и побрить его на носа было всяко проще, чем заходить на какой-то форум и подавать какие-то иски. На СП в этот момент суды выполняют реальную задачу разрешения реальных споров между реальными игроками. И опять же, фракции решают реальные задачи. Нету такого... Ну, блядь, наверное, есть, но вот это типа... Драй полы! Ну, чел подрай, это типа лы, и чё нахуй, да? А тут заседание парламента, заседание суда, вся любая хуйня. ФБР выезжают не на выдуманные тоже преступления, да? Они выезжают на настоящее преступление, на настоящую кражу. Кто-то себе что-то спидил. Эта экосистема, она работает, ну, бля, как вот круговорот воды, так и круговорот всего нахуй здесь. АРП законы придумывают лидеры правительства просто ради отчета для админов сервера. На СП законы написаны кровью, предложены игроками в качестве петиции... Бля, как будто кровью это сильно прям, ну и правда. И приняты другими игроками на заседании парламента. Например, на первом... Не, ну я просто именно, я тут внезапно вспомнил нас на... Как его... Когда я на права учился, нам говорили, типа, бля, если вы видите, что в городе где-то стоит знак, значит, ну, считайте, что там умер уже человек, и тогда его поставили нахуй. Ну, типа, бля, тоже, по сути, знаки это равно могилы. По видео, лидер армии однажды собирал кучу бойцов в строй, чтобы отправить их на мероприятие, где они должны были показать свои умения через текстовый чат, как правильно РП отжиматься. Зачем? Чтобы отправить это админу в качестве лидерского отчета. Админ еще и проверит, не допустил ли... Бля, ибо, не лень админу проверять это все. ...польше, чем одну ошибку в своих отыгровках. Ведь тогда отчет нужно будет отклонить. На ГТА РП подобных серверах едва грамотные дети четвертого или пятого класса вставляют друг другу претензии за то, что кто-то забыл написать точку в конце отыгровки в чат. В это время чуваки... Я не уверен, что у нас что-то подобное вообще было. ...СП совершенно без требований к ролевой игре, красиво маршируют на плацу, участвуют в живой экономике, принимают участие в реально важной для сервера политике и судятся для решения реальных споров. На ГТА РП серверах игроки играют РП просто потому, что их заставили это делать. Неважно, были это админы или преподаватели университета. Люди в таких местах РПшат не потому, что это имеет смысл, а потому, что иначе просто нельзя. В свою очередь, на СП РП взаимодействие между игроками не просто имеет смысл. На нем выстроено все взаимодействие между всеми игроками. Блядь, я вам про этих рассказывал. Они тоже. Они включили вот эту песню. И говорят, мы хобби-хорсеры. И все. Вот, блядь, у них было РП. Это самый лучший пример, блядь. Мы хобби-хорсеры. Все, блядь. То есть, им не надо говорить, ебать, его фракции, блядь, полицейские, у меня такое-то, блядь, звание сержант. Нет, я хобби-хорсер, нахуй, по РП, блядь. Хобби-хорсер. Все. Что и делает это РП ценным само по себе. Просто подумайте, кто по-вашему по-настоящему РПшит? Банкир, который, не написав ни одной отыгровки в чат, положил мои деньги на счет в банке, тем самым запустив длинную цепочку экономических событий на сервере? Или рекорд армии, который для отчета написал 100 РП отыгровок в чат о том, как он помыл пол на КПП? Не знаю, как для вас, а для меня ответ очевиден. Именно поэтому, проходив по куче РП серверов разной направленности, на данный момент я считаю сервер, на котором РП вообще не является обязательным, одним из лучших РП опытов, которые можно получить. Но стоит... Бля, такое он мне не говорил, нихуяся. Если это 3,5 тысячи рублей, с точки зрения потребителя контента... Нет, не стоит. За эти деньги можно купить дорогую 3ПЛА игру, например, Киберпанк, и получить 70 часов круто... Ммм... На СП ты получаешь сотни часов СП. Не сотни, даже, может, тысячи. Ну, типа, условно, любая 3ПЛА игра, это опыт одного сеттинга, одних механик. На СП куча разных сеттингов. Просто куча огромная. Я не хочу... Раньше я сравнивал, типа, вот есть игра, а есть СП, типа, сравнивать с игрой. Но теперь это не так. ...на 3,5 тысячи, как на членский взнос в клуб, который не имеет аналогов, то эта цена выглядит хоть и достаточно высокой, все еще весьма адекватной. А с учетом того, насколько дохрена желающих поиграть на СП, и насколько плохо сам сервер технически справляется с 200 игроками онлайн, я вполне себе пойму, если пятерка решит поднять цену и до 5 тысяч рублей. Кстати говоря, это видео было доступно на моем бусте за целые сутки до выхода на ютубе. Помимо этого, там есть еще куча невошедшего материала. Например, как я посетил выставку нюдсов на СП. Да, там... Есть и такая. И еще куча других приколов. Становись сотрудником Росерпенадзора на моем бусте, чтобы получить доступ к закрытому контенту. Бля, перехвалил прям. Прям перехвалил. Не, вообще, возможно, у него реально прям настолько эмоции. Но приятно, что оно вот со стороны вот так выглядит. До 2025 года я должен иметь 200 тысяч подписчиков на этом канале. Не подведим. Увидимся. Все, ребята, надо лайки ставить ему, чтобы он про СП снял. А потом про ГП. Вот от ГП, блядь, реально есть шанс, что он охуеет. Прям охуеет. Ловите ссылку. Прям кайф. И кайф то, что оно как-то еще где-то что-то сравнивается. Сравнивается.